Добрый вечер! В эфире Вести Карачева Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Пожар локализован благодаря слаженной работе всех ведомств. Завершился второй этап всероссийских командно-штабных учений. Модернизация школьных систем образования. К капитальному ремонту готовится школа Беслинея. Сейчас дети занимаются на базе трех зданий. Российские регионы отпраздновали Крымскую весну. В Республиканской филармонии прошел концерт, посвященный девятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации. В Карачево-Черкесии стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Профессионалы». Главная задача конкурса – подготовка квалифицированных специалистов. Завершился второй этап всероссийских командно-штабных учений группировки сил из средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧАЭС в Карачево-Черкесии. Данные подразделения в ходе учения отрабатывали практические навыки по ликвидации лесного пожара. На месте учений побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная задача – проверить готовность всех подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде, в результате наземного патрулирования оперативной группы Кубанского лесничества были обнаружены места возгорания, куда уже направились вся группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения о ликвидации ЧАЭС для тушения пожара. Силами администрации Узжигутинского района совместно с лесной пожарной охраной на месте условного возгорания проводится противопожарная пашка, создавая минерализованную полосу, чтобы избежать распространения огня на другие территории. Также усилиями спасателя ведется тушение очагов возгорания, используя воду из близлежащего водоема. Руководство МЧС по Карачаево-Черкесии отмечает, что все поставленные задачи учения были полностью выполнены благодаря слаженной работе всех ведомств. Безусловно, такие учения очень важны, потому что в ходе них отрабатываются вопросы взаимодействия между различными организациями и органами управления. Правильная координация и взаимодействие является залогом успеха при ликвидации последствий стихийных бедствий или последствий каких-то социально значимых происшествий. Также были ликвидированы места возгорания, по легенде находящихся на территории жилых объектов. С места пожара были спасены пострадавшие и переданы бригаде скорой помощи. Сами спасатели отмечают, что такие учения позволяют повышать профессиональные навыки и в случае чрезвычайных ситуаций оказать свою временную помощь. Это повышение уровня спасателей, профессионализма, практическая отработка всех мероприятий. Такие ЧС не каждый день бывают. И такие учения помогают быть в форме, чтобы спасатели были готовы каждый день к подобным роду спасательным операциям. Завершение учений руководство главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии выразило благодарность всем службам за качественное взаимодействие. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Джигутинский район. Россити Северный Кавказ выявили в Карачаево-Черкесии факты энерговоровства всего около 50 случаев. Наибольшее количество фактов воровства обнаружено в зоне ответственности Зеленчукских райэлектросетей, где специалисты пресекли 17 случаев несанкционированного потребления энергоресурса. А самый большой урон на сумму свыше 530 тысяч рублей энергокомпании нанесли три недобросовестных потребителя в Усть-Джигутинском районе. К капитальному ремонту готовится школа Аула Беслиней. Она попала в число тех образовательных учреждений Карачаева-Черкесии, которые будут преобразованы в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». По опустевшим коридорам школы, готовым обновиться, прошлась Фатима Даурова. Эти стены давно мечтали о новой штукатурке, шпатлевке и свежей краске. Спектр работ перед ремонтной бригадой широк, начиная с фундамента до кровли, заканчивая фасадными и внутренними облицовочными работами. Зданию Беслинеевской школы вот уже 40 лет, и за это время оно выполняло свои функции исправно, благодаря усилиям работников, которые поддерживали его в лицеприятном виде. Но время берёт своё, и косметические процедуры уже не помогали заделывать морщины. Весть о включении в программу модернизации преподавательский состав школы принял на ура. С 1983 года никаких ремонтных работ у нас в школе не было. Один раз меняли крышу, и всё. И, конечно, нужен был капитальный ремонт. Давно уже писали письма, просили, и в конце концов всё-таки получили ответ, что, в общем, такой будет радостный, то самое известие получили, что будет капитальный ремонт. С началом третьей четверти ученикам и всему школьному персоналу пришлось освободить привычные кабинеты и сменить место учёбы. Дети сейчас занимаются на базе трёх зданий – местного дома культуры, сельского совета и старой школы. Руководство учебного заведения грамотно расписало режим занятий, чтобы ученикам всех возрастных категорий было комфортно заниматься. Отнеслись к этому переезду спокойно, нормально, адекватно, в том числе и родители. Всячески помогают нам во всём, чтобы мы благополучно занимались, удачно у нас всё получилось. Во всех вопросах нам помогают и администрации, даже и родители. А дети сами тоже приняли, восприняли, всё нормально. Посещаемость такая же, как была и в той школе, точно так же. Расписание так нам сделали, что удобно. И в первую смену занимаемся, и во вторую. Вроде всё нормально, без проблем. Всё, что от нас зависит, мы делаем. Здание старой школы намного архаичнее того, которое сейчас собираются ремонтировать. Годом открытия по архивным данным значится 1898 год. Первый выпуск состоялся в 1954 году. Сейчас вековой исполин оказался снова у дел, как будто ждал своей очереди. И ожил, когда просторные кабинеты были приведены в порядок совместными силами педагогов и родителей. И пока в здании младшего собрата идёт капремонт, здесь будут заниматься дети. Фатима Таурова, Расул Бердия, Вести, Карачаево-Черкесия, Беслиней. МЧС информирует с 20 по 23 марта. В горах Карачаево-Черкесии лавина опасна. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Ветер северо-западные 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 7, в горах минус 3, плюс 2. А днём 5-10 градусов выше нуля и местами до плюс 5. В Черкесске облачная дождь. Ветер северо-западные 5-10 метров в секунду. Температура ночи плюс 5, плюс 7, а днём 8-10 градусов тепла. Улыбка возвращает зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звёздный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звёздного лайнера «Ноль плюс». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Крым с Россией навсегда. В Республиканской филармонии прошёл торжественный концерт, посвящённый 9-летней годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Известные артисты Карачева-Черкесии исполнили патриотические песни, отражающие единство и сплочённость жителей нашей страны. Смотрите подробности. Эта дата объединила наши народы, и мы сегодня вспоминаем те события и радуемся воссоединению Крыма с Россией. Известные творческие коллективы и артисты Карачева-Черкесии порадовали своими музыкальными номерами. Множество патриотических песен буквально заставляли подпевать зрителей, даруя всем дух любви к родине и единству. Отрадно видеть, что наша республика активно взаимодействует с новыми регионами. В ближайшее время у нас планируется выступление творческого коллектива из Луганска. А сегодня подобные концерты проходят по всей стране. И приятно видеть, что мы все едины, отметил министр культуры Карачева-Черкесии Зураб Агербов. Мы видим, что значимость и этой исторической даты, и тех событий, которые сейчас происходят, когда новые регионы возвращаются в страну, поддерживает абсолютное большинство простых жителей, руководителей разного уровня и, конечно же, артистов. И сегодняшний концерт – это как раз демонстрация, что мы, деятели культуры, показываем, а зритель наш, который приходит на эти концерты, и поддерживает нас, что мы все вместе, что регионы наши это чувствуют. Это в постоянной работе мы тоже показываем. За последнее время у наших артистов появляется множество новых песен, посвященных этой исторической дате, которая отражает дружбу наших народов, и душа каждого из нас выражает в творчестве нашу поддержку этим событиям. И все мы говорим сегодня «Крым с Россией» навсегда отмечают известные артисты нашего региона. Я считаю, что это замечательный праздник, очень значимая для России дата и события. И хочется пожелать мира, счастья, добра, благополучия для жителей Карачаево-Черкесии, а также России в целом. Также в честь девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией сотрудники Республиканского музея-заповедника организовали фотовыставку, посвященную данному событию. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Профессионалы». В прошлые годы чемпионат профессионального мастерства носил другое название – WorldSkills. Но с 2023 года получил более понятное на слух профессионалы. В Республиканском медицинском колледже состоялся внутренний этап, участие в котором могли принять все желающие. Пятеро лучших вышли на региональную стадию первенства. По словам организаторов мероприятия, главная задача конкурса – подготовка квалифицированных специалистов и проверка уровня их знаний и навыков. Впоследствии наградой для лучших конкурсантов может стать приглашение на стажировку в одно из медучреждений Карачаева-Черкесии. Региональный чемпионат проводится в 2023 году на базе Карачаева-Черкесского медицинского колледжа и дает возможность лучшим студентам показать свои практические навыки и возможности в профессиональной деятельности. «Земли, родной язык и нравы» – этот заголовок стал названием «Абазинского литературного вечера», который прошел в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой в рамках Дни литературы и искусства народов Карачаева-Черкесии, посвященных году педагога и наставника. Об основных моментах расскажет Альбина Ламкова. Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой успешно продолжает выполнять миссию просветительства, сохранения культурного наследия, изучения родного языка, традиций и обычаев народов Карачаева-Черкесии. Программа «Абазинского литературного вечера» насыщена. На мероприятии говорили не только об истории, развитии и становлении литературы, о творческом наследии, но и о проблемах сохранения абазинского языка. Из года в год работники библиотеки стараются организовать мероприятия с участием не только видных деятелей культуры, искусства и научных работников, но и молодежи, воспитывая в них патриотические чувства, расширяя знания об истории народа, развивая интерес к прошлому и настоящему. Родной язык очень важен для любого человека. Он несет огромную ценность, традиции. Без культуры не будет порядка. Я знаю много писателей, поэтов абазинских. К примеру, Чикатуева Микаэля, Хайцухова Мерза и многих других. Я люблю очень народный абазинский танец «Кошара» и абазинские народные песни. Дома вы говорите на абазинском языке? Мы разговариваем на абазинском, да. Если в прошлом году была выставка Зойки Блакова, то в этом году Агузова. Для абазин обязательно нужно всегда соблюдать, кто выходец из Красного Востока, кто из Кубины, кто из ПСЖ. Работники библиотеки охватывают все наши населенные пункты. Что примечательно, всегда присутствуют дети, студенты, и дети читают стихи на абазинском языке. Книгоиздательская деятельность на родном языке имеет важный аспект в процессе возрождения национальной культуры. В этом направлении вплотную работает общественная организация «Лошара». Есть и новые проекты. Мы очень поддерживаем абазинский театр, как государственный, так и народный театр «Инжич». Ну и других деятелей культуры, художников поддерживаем. Там где-то мастеров народных ремесел стараемся. На протяжении всего литературного вечера тема воспитания подрастающего поколения и интереса молодежи к изучению родного языка, его истории, народного искусства звучала не раз. Дети с большим интересом слушали выступления, приобщающие к истокам традиционной культуры абазин, пробуждающие гордость за свой народ. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Карчаева, Чекесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Акушерка». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова